Добрый день, меня зовут Максим. Сегодня поговорим про американских безработных. Как и в любой стране, в Америке много безработных. Мои оппоненты, которые доказывают, что Америка это плохо, Америка это сакс, постоянно в комментариях пишут, вот посмотрите-ка статистику, вот там в Детройте кризисы, вот там кризисы, вот сям кризисы, вот безработные, там безработные сям. Давайте на эту проблему посмотрим объективно, кто такой американский безработный и с чем его едят. Я эту проблему решил внимательно изучить, поездил по точкам, где эти безработные кучкуются, получают бесплатное питание, получают какие-то социальные пакеты, одежду, еще что-то. Вырисовалась очень интересная картина. В подавляющем своем большинстве безработные американские, это не эти такой типус, который особо не озадачивается поиском работы, а хочет, чтобы эту работу принесли на обличке золотой каемочкой. У большинства американских безработных, как ни странно, есть машины, пусть даже поддержанные, но они приезжают на эти пункты на своих редванах. Вы где-то видели? В Москве бомжа, приезжающего на Чироке плюс даже разбитого. Янки в Москве такой сцен не видел. В Америке я неоднократно видел подобные варианты. Эти типы хотят работ на работе, за которую платят деньги, но особо не нужно напрягаться. Те, кто хочет работать, тот работ найдет. Достаточно посмотреть, ну, на наш райончик. Мы живем в районе, называется Little Mexico, скажем так. Это downtown, куда приезжают выходцы из Мексики и Латинской Америки. Это совершенно другая категория граждан. Люди мотивированы, они сюда приезжают что-то достичь, чего-то добиться, того, что нет на их родине, и они охотно берутся за любую работу. То есть процент безработных среди выходцев из Латинской Америки гораздо ниже, чем, скажем так, черное население и белое. Почему? Да потому что эти люди, приезжая сюда, четко знают свое место под солнцем. Понятное дело, что мы знаем, как мы относимся к таджикам, узбекам в Москве. Ребята, кто едет из России сюда, давайте мы сразу все точки расставим для себя. Кто мы есть? Чтобы претендовать, чтобы к нам относились как к гражданам первого сорта, нужно этому соответствовать. Нужно говорить без акцента. Нужно быть высококвастным специалистом и показать, за что тебе платят деньги. Вот тогда к тебе и будут соответствующим образом относиться. Если ты приехал сюда как иммигрант, на первых парах пытаешься обустроиться, давайте забудем про московскую спеть и питерскую тоже, и на общих основаниях будем с нуля писать свою собственную жизнь. Найти работу можно. Даже и до 5 долларов в час это работа, и за 8 долларов в час работа, и за 10 долларов в час это тоже работа. Вы проработали целый день, вы получили 50-80 долларов в день. Это ощутимые деньги, на них можно прожить. Это нормальные деньги. Конечно, очень сложно будет себе устраивать излишества, но к этому нужно привыкнуть. Вы жизнь пишите с нуля, поэтому нужно четко все это понимать. Существует огромное количество вакансий, ресурсов, где все это можно найти. Существует русская газета, я уже про нее говорил, в новом свете, там тоже печатаются вакансии, там тоже можно найти работу. Вот. Давайте посмотрим еще раз на американских безработных. Вот говорим отдельно про белых. Изрядное количество людей, они просто, ну, не имеют, наверное, головы на плечах и, скажем так, живут одним днем. Может быть, их мама учила плохо, в школе, может, их чему-то по-другому учили. Может быть, у них жизнь по-другому складывается, чем у нас в России. Но, с нашей точки зрения, они делают безрассудные поступки. То есть, сразу залезают в кредиты, покупаете дорогостоящие жилье, покупаете дорогостоящие машины, прогорают с этими кредитами, потом по ним платят, по этим кредитам. А нафига спрашивается все это дело надо? Если не уверен в завтрашнем дне, зачем покупать дорогую машину и дорогое жилье, перед тем рисоваться? Я в этом смысла особого не вижу. То есть, эти ошибки можно избежать. Очень изрядная часть населения, потеряв работу, работы где-то на высокооплачиваемой должности, впадает в уныние, в депрессию и ждет, что кто-то, добрый дядя какой-то, принесет им эту новую вакансию и устроит их так же, как на прошлом месте, за те же деньги. Естественно, на более меньшую оплату они не согласны категорически. И вот они сидят дома, получают свое пособие полгода, вот я не знаю сейчас какие-то правила. Соответственно, пособие потом прекращается, они впадают в уныние, приходит банк, убирает у них ихний дом, они такие бедные, несчастные, расстроены. Спрашивается, кто в этом виноват? Только ты сам. Если ты не подумал о своем будущем, если ты не закрыл свои кредитные вопросы, если ты решил жить на широкую ногу, упрекать себя можешь только ты сам. Не государство, а только свою собственную тупость. Опять же, кто тебе запрещает устроиться, даже если ты потерял работу, где платили 25 долларов в час, ты можешь устроиться куда-то на десятку. Перешагничай свою собственную гордость. В чем проблема? Тебе нужны деньги, так пойди-ка заработай, устроись на десятку, пойди. Вместо них до хрена, куда угодно можно устроиться. Не понимаю. Есть люди, конечно, опустившиеся, но это уже отдельная категория мардиналов. Я с ними сталкивался в Москве, у меня был живой пример, староста моей группы. Человек окончил институт с красным дипломом, попытался пойти работать по специальности. Специальность была очень специфическая, микроэлектроника, лазерная техника. Вот здесь, в России, это не востребовано. В результате человек ушел, попытался куда-то там уйти в коммерческие структуры, начал пить, 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 пить. В результате чего спился. Мы с одногруппниками неоднократно пытались его как-то вытащить, пристроить куда-то, но это было бесполезно. Уже у человека произошел психический перелом. Основная его была мотивация с утра найти какую-нибудь бормотуху, залить в себя, и все. День, значит, прозрачь не зря, ты уже в анабиозе, и жизнь прекрасна и удивительна. Ни о какой работе речи быть не может. Здесь такое же количество аналогичных персонажей. Можно прийти, постоять на улице и понаблюдать за ними, где бесплатно раздают продукты. Такие же персонажи сюда приходят. Они с утра уже взраки себе залили, и, соответственно, им нужно получить свое пособие, прийти по этим точкам, где там что-то бесплатно урвать, и все. На большее у них не хватает желания. Соответственно, никто таких персонажей на работу брать не будет. Если ты опустился до этого состояния, то какой нормальный, вменяемый человек захочет себе такого сотрудника, который будет уволен практически через 1-2 дня. Вот. Вот такие, комрады, ситуации с безработицей. Если вы хотите меня опровергнуть, сказать, что все совершенно не так, что я что-то вру, будьте столь любезны, пишите комментарии, ну а мы уж вступим в дискуссию. Удачи! Лав пистолеранс!